Привет всем, вы на канале AndroNews. Не так давно я высказывал свое мнение о смартфоне OnePlus 5T и не так давно был пользователем смартфона под названием iPhone X. И вы знаете, у меня до сих пор подгорает по поводу этого аппарата, когда я вспоминаю о его цене, о качестве его материалов, вспоминаю о том, как быстренько у меня поцарапался каркас и экран, и я починить все это дело не могу. То есть я испытываю такое, знаете ли, легкое чувство лоховины, то, что я отдал за него столько денег и получаю все эти недостатки. Да, безусловно, у него есть и плюсы. Apple постарались над его процессором, над его дизайном, над его экраном, но когда ты вспоминаешь о его минусах и о его цене, ты просто ставишь крест на всех его преимуществах. Поэтому я подготовил для вас 7 козырей OnePlus 5T против iPhone X. Если вам интересно, смотрим. Первый недостаток, это, конечно же, цена. Ну, серьезно, 530 долларов за OnePlus и 1300-1400 за iPhone, это огромная разница. Даже с учетом того, что iPhone имеет ряд преимуществ, с которыми я не буду спорить, это все равно огромная переплата. А ведь есть и другие недостатки, которые можно было бы простить смартфону за 500 баксов, но iPhone X их прощать никак нельзя. Слишком дорого он стоит. Я не ставлю себе целью унизить iPhone, но эта монобровь действительно все портит. Она отжимает кусок экрана, смотрится, скажем так, на любителя, и что меня бесит, китайцы уже начали ее бездумно копировать в своих клонах. Мне придется постоянно встречать ее во время обзоров третьего эшелона, это точно. Так-то экран у iPhone отличный, но когда я смотрю на него, то вижу ее. А у OnePlus все четенько, ровненько и без бровей. В отличие от iPhone X, OnePlus 5T не лагает ни в системных приложениях, ни в сторонних программах. Его оболочка Oxygen S идеально вылезана программистами компании, и работает так быстро, как, собственно, должен был бы работать iPhone. Вообще, если честно, забавно наблюдать за ситуацией, как с каждым годом iOS все больше становится похож на Android, самым плохом его проявлением, с микролагами, п***ми и фрагментацией, и как Android выкарабкивается наверх, работая все более четко и плавно. Ну и про фрагментацию еще раз, наглядно. Принципиальная политика у OnePlus заключается в том, что у компании один актуальный смартфон в продаже, и даже между поколениями прослеживается четкая последовательность, размеры экрана, его разрешение, марка процессора и так далее. То, что фрагментация экосистемы у OnePlus сведена к минимуму, и объясняет, почему у этих смартфонов все отлично с операционной системой, и главное, так же хорошо будет и в будущем, если компания, конечно, не изменит сама себе. Еще один принципиальный для руководства момент, самый добрый и универсальный аналоговый аудиоразъем. Поэтому вы сможете слушать музыку и одновременно заряжать смартфон, подключать флешки и любые другие аксессуары. Ну и не будем забывать про надежность. Все эти новые плоские и широкие аудиоразъемы выломать куда легче, чем тонкий и крепкий аудиоджек. И ваши любимые дорогущие наушники с классическим разъемом подключатся к смартфону OnePlus без переходника. Обратите внимание на то, что недавно на нашем сайте была новость о том, что в следующем поколении смартфонов OnePlus аудиоджек тоже сохранится. Поэтому респект производителю за его выдержку. Ну, а мы переходим к следующему козырю. Если не брать в расчет аспект безопасности, и которая у Apple вроде как лучше, разблокировка по лицу на OnePlus реально работает быстрее, чем на iPhone. И это, безусловно, плюс. У OnePlus 5T сохранился датчик отпечатков пальцев, что важно уже не только для разблокировки. Вы скажете, до чего ты паришься, совершая платежи с помощью функции Face ID? Но лично я считаю безопасность этой функции пока что под вопросом. Я вечно смотрю новости в интернете и вижу, как эту функцию взламывает с помощью маски, как дети, похоже на своих родителей, разблокируют их смартфоны. Лично я не хотел бы, чтобы мой ребенок взял у меня смартфон для того, чтобы просто поиграть и в условно-бесплатной игре совершал какие-то покупки. Поэтому я считаю, что пока что сканер отпечатков пальцев на тыльной панели для платежей, во всяком случае, как-то более безопасный. Быстрая зарядка у OnePlus 5T меня, ну, очень радует. И с нуля до ста процентов аккумулятор заряжается за час с четвертью. С родной зарядкой iPhone X будет заряжаться примерно 2 часа 40 минут. А если хотите быструю зарядку, придется докупать к iPhone еще и отдельное зарядное с кабелем. И даже тогда время полной зарядки будет около двух часов. Доминирование OnePlus тут, по-моему, очевидно. Я еще раз повторяюсь, я ни на минуту не забываю о преимуществах этого смартфона над своими конкурентами. Я бы легко мог бы запилить видео 7 преимуществ iPhone X над OnePlus 5T. Но кого удивит тот факт, что смартфон стоимостью 2,5 раза дороже своего оппонента будет в чем-то лучше, чем он. Ставьте пальцы вверх под этим видео, для того, чтобы просто поддержать наш проект. Подписывайтесь в нашу группу в Телеграме, в принципе, в наши социальные сети. Все ссылки будут в описании под этим видео. При покупке дорогих вещей в интернете, будь то вы покупаете на Алиэкспресс, либо внутри ваших стран, не забывайте пользоваться кэшбэк. Инструкция по использованию будет лежать в описании под этим роликом. Настоятельно рекомендую ознакомиться. И да пребудет с вами Android. Пока-пока.